Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Адель Шамилова. Сегодня вы узнаете, какие новости подготовила наша команда. 7 мая в мире отмечается День радио, как отметили его в Казанском федеральном. Ученые КФУ упрощают добычу сверхвязких нефтей. Контроль за распространением информации в сетях стал строже. Их никто не видит, но все хорошо слышат. 7 мая в России отмечают День радио. В этот день в Институте физики КФУ состоялась выставка, посвященная этому дню. 7 мая россияне празднуют День рождения радио. В 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал всему миру первый радиоприемник. Новое изобретение в значительной мере влияло на развитие современной науки и радиотехники. В этот день в Институте физики КФУ прошла экспозиция, приуроченная к дню радио. Уникальные экспонаты были продемонстрированы сотрудникам и почетным гостям. Этот День радио предопределил развитие и нашей компьютерной техники, и наших мобильных телефонов. Поэтому этот День радио мы, конечно, должны отмечать и подразумевать. Казанский университет являлся одним из основоположников радиомониторинга ближнего космоса. Поэтому в 1952 году была образована кафедра радиофизики. Казанский федеральный создает не только современную радиотехнику. На базе университета также работает свое радио UFM, которое начало свою работу в 2015 году. Сейчас у нас уже есть передачи на разных языках. Мы не стоим на месте. И сейчас появился такой новый тренд. Это подкасты. То есть они когда-то были популярны, но почему-то сейчас они вновь активизировались. Мы запускаем как раз-таки этот проект с подкастами. Если кто-то желает, то обязательно может прийти к нам на UFM. На сегодняшний день на UFM выходят передачи на русском, немецком, английском, китайском и других языках. Я видел объявления в интернете, что есть радио в университете. Мне стало очень интересно. Я хотел попробовать. Как раз у меня на родине ее вступит два года. Вообще-то приглашаю иностранцев. Стараюсь развивать и радио, и делать его лучше и интереснее. Приглашаю всех студентов, у кого есть желание принять участие в нашем радио. Мы вас ждем. Наш телеканал Универ ТВ поздравляет всех с днем радио. Диана Шилова, Леонардо Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Женская сборная Казанского федерального университета отправилась в Краснодарский край на соревнования. Принесут ли спортсмены победу университету, расскажет Олег Кашин. В эти дни в поселке Суко Краснодарского края проходит настоящая Олимпиада, но для студенческих спортивных клубов всей России. 6 по 10 мая в детском лагере смены выявляют чемпионов в пяти видах спорта. Организатором мероприятий стала Ассоциация студенческих спортивных клубов. Проявить себя приехала женская сборная Казанского федерального университета. Соревнования для казанских спортсменов проходят в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, а также настольный футбол. Уже 8 мая начнутся игры плей-офф, а 9 мая пройдут финальные матчи. Съемочная группа программы «Неделя спорта» сейчас находится вместе с командой КФУ. Чтобы уже 15 мая выйти в эфир телеканала «Универ ТВ» и рассказать более подробную информацию. Олег Кашин, Роман Полинсков, Универ Ньюс. Участники туристического клуба «Семь румбов» Казанского федерального университета вернулись с очередного похода. В этот раз они посетили Иске, Казанский музей-заповедник в Исакогорском районе Республики Татарстан. Подробности похода смотри в сюжете. Для всех любителей походов песен под гитару, ночевок в палатке открыт туристический клуб «Семь румбов» Казанского федерального университета. Где только не побывали его участники. Совсем недавно они вернулись из похода, в котором посетили Иске, Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник. Который располагается в окрестностях деревень Камаева, Русский Урмат и Татарско-Айша-Высокогорского района Республики Татарстан. Примечателен поход тем, что участники решили приурочить его ко дню рождения известного татарского поэта Габдулы Тукая. Изначально планировалось, что команда дойдет до деревни Кашлауч, родины великого поэта. Но из-за плохих погодных условий им это не удалось. Именно в деревне Кашлауч находится родовое имение семьи Тукаевых. Именно там находится дом, где он родился и там же находится могила его отца. Каждый участник похода, помимо знакомства с историей Казани, Республики Татарстан узнал также культуру, обычаи, привычки и язык другого народа. Ведь в походе принимали участие представители разных стран. Это вообще для меня ноя, потому что я так не знал много Абдулла Тукай. Что может быть лучше похода на природе, где можно полюбоваться ландшафтом, посетить интересные места, узнать много нового. У участников еще множество планов. Летом они хотят сплавляться на байдарках по реке Свияга и Шишма. Анна Глазунова, Леонард Авлетяров, Универньюз. Добыча сверхвязких и высоковязких нефтей осложнена тем, что они находятся в труднопроницаемых породах. Таких как сланцы и известняки. Чтобы извлечь из них нефть, от них тепловых методов мало. Нужны модификации, разработками которых занимаются наши ученые. Подробности далее. Ученые приоритетного направления эко-нефть продолжают искать способы повышения эффективности добычи высоковязких нефтей. Научно-исследовательская лаборатория «Внутрипластовое горение» Казанского федерального университета проводит исследование коллоидных растворов на основе наноразмерных оксидов металлов. Разработку поддержал Совет по грантам президента Российской Федерации. Что такое коллоидные растворы и как их применять, нам удалось выяснить у самого победителя конкурса на соискание грантов. Наноразмерные растворы, это, так скажем, коллоидные растворы, это оксиды металлов. Они стабилизированы в каком-то растворителе, может быть, это вода будет или органический растворитель. А с помощью стабилизирующихся веществ в основном это поверхностно-активные вещества. Освоение нетрадиционных углеводородов сегодня задача номер один для всей нефтедобывающей отрасли мира. Мысль об этом неоднократно звучит на всевозможных нефтегазовых форумах. Как правило, разговор заходит о необходимости более эффективно и экономично использовать существующие природные ресурсы, в том числе нетрадиционные углеводороды. Однако вопрос, как это сделать, остается открытым. Такие нетрадиционные углеводороды добывают с помощью нетрадиционных методов, но мы занимаемся в основном паротепловым методом воздействия. И для интенсификации этих процессов при паротепловой обработке мы предлагаем использовать каталитические системы. Ноу-хау ученых приоритетного направления «Эко-нефть» позволяет доставлять катализатор в нужную точку и не активировать его раньше времени. Другое направление, на реализацию которого будут полученные средства Гранда Президента Российской Федерации, связано уже с коллоидными растворами и наноразмерных катализаторов. Нетрудно догадаться, что в состав таких растворов входит вода, либо это могут быть различные органические углеводородные растворители. Не случайный выбор группы металлов для синтеза катализаторов. Дело в том, что железо, никель, кобальт и медь – одни из самых дешевых по сравнению с остальными переходными металлами. Поэтому катализаторы на их основе не только эффективнее, но и экономически выгоднее. Это для потенциальных заказчиков вопрос немаловажный. Аделя Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универниус. Контроль за распространением информации в интернете становится с каждым годом все строже. С чем связана данная тенденция, расскажет наш корреспондент. Социальные сети буквально заполонили нашу жизнь. Просыпаясь утром, мы первым делом берем в руки смартфон, перелистываем гигабайты значительной или незначительной информации, делаем репосты, ставим лайки и пишем собственные посты. Но кто из нас задумывается о последствиях публикации в интернете? Любой пост социальной сети может изменить жизнь автора. Так, например, недавно один из студентов экономико-правового института в Воронеже оказался осужденным за репост социальной сети ВКонтакте. Александр учился по направлению уголовное право. Писал диплом об экстремизме. Экстремистским постом является материал, который пропагандирует какие-то левые или радикальные взгляды, побуждающие людей предпринимать какие-то опасные шаги и шаги, которые могут угрожать другим людям или государству. Картинки, размещенные им в социальной сети для дипломной работы, приняли экстремистскими, за что студент получил обвинение, и ему выписали два с половиной года колонии-поселения. Студент, выкладывая материалы, просто проводил пропаганду тех или иных взглядов, и это уже привело к тому или иному развитию событий. В Казанском федеральном университете проводится ряд профилактических работ, связанных с этой темой. Так, Андрей Мельников стал инициатором конкурса «Безопасный дом России», цель которого – профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма. Формат конкурсных работ различный. Участие может принять любой желающий. Лилия Аскарова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом все. На сегодня не забывайте следить за нами в социальных сетях и узнавать обо всех событиях первыми. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова